Приветики, вы на канале Дистракт, с вами Дима. В прошлом ролике про бартеры для личного пользования, я обещал вам снять вторую часть про бартеры для квестов, если вы соберете 600 лайков. Я свое слово держу, так что вот, бартеры для квестов. Данное видео будет состоять из двух тем. Вначале я расскажу про обмены для различных квестов, их не так много. А после для ряда квестов оружейник, и вот их уже намного больше. Как обычно, попрошу тебя подписаться на дискорд канал, там ты найдешь себе друзей. На ютюбчик тоже подпишись, чтобы видеться с тобой чаще. Начнем с простого, и первая у нас медичка. Когда ты еще не открыл себе барахолку, у тебя есть проблема с получением ключей для выполнения квестов. На первом уровне лояльности, то что нам предлагают, это ключ от офиса таможни, который нужен будет по квесту по ссылке из прошлого. Обмен происходит на еду, проще всего ее будет найти на МЧСке в лесу. Вот тут оно располагается. Бартер на 206 ключ от двушки, нужен по квесту водолей. Меняется на набор медикаментов, которое также легко найти, либо на МЧСке в лесу, либо на медичке на таможне. 303 ключ общежития нужен по квесту золотые понты. Тройники и изоленты легко находить в инструментных ящиках. Продолжая тему про тех, у кого еще нет барахолки, отмечу искру и воду, которая нужна нам будет по квесту запасливой от егеря. Уйдем от медички и пойдем к барахольщику. На первом уровне лояльности нас ждет обмен на ратник, который понадобится нам по квесту горячая доставка и каратель часть 5. Выменивать его за отбеливатели куда дешевле, чем просто покупать на барахолке. Особенно, если эти же отбеливатели крафтить. Перейдем к егерю. На первом уровне лояльности можно выменивать жилет дикого, который нам понадобится при выполнении квеста подстава. Бартерить за сникерс в 3 раза дешевле, чем просто покупать на барахолке. На втором уровне лояльности нам может пригодиться М700, для всех квестов, где нам нужно снайпить. Отстрел от ступников, ряд квестов, тарковский стрелок, 125 метровка и так далее, поможет выполнить нам данный обмен. Но следите за ценой на масло для бороды. Актуально брать не дороже 40 тысяч. На третьей лояльности егеря. Продолжая тему с ключами, можно отметить ключ от меченки, который необходим по квесту Секта часть 2. Он меняется на три другие ключа от меченок резерва. Однако, РБ, ПК, ПМ не продается на барахолке. Потому, если найдете его, то лучше поменяйте на меченку от таможни. Уходим от егеря, идем к механику. На третьем уровне лояльности он предлагает нам обменно забрал Аша, что будет нужно нам в квесте Шить не тужить часть 3. Украду у вас еще немного времени. Для того, чтобы закрыть вопрос о том, какие сервера выбирать для фарма, я составил отдельную таблицу, в которой расписал, куда нужно когда ходить. Сейчас она доступна на моем бусте, где цена подписки 10 рублей. Меньше было просто нельзя выставить. На этом же уровне подписки я хочу реализовать путеводитель по сборкам оружия. Так что я тебя там жду. Продолжим. Перейдем к теме оружейника. И сейчас внимание. Делай то, что я тебе говорю. Зайди в игру и открой эту квестовую линейку. Зайди в браузер и напиши оружейник часть и номер части, на которой ты сейчас находишься. Перейди по ссылке Тарков в вики и посмотри, какую сборку тебе нужно сделать. Параллельно с моими подсказками, ты сейчас сделаешь столько оружейников, сколько вообще можешь сделать на данный момент. И при этом сэкономишь столько, сколько в принципе возможно. Оружейник часть 1. Переходим к механику. Первый уровень лояльности. МР-133 тактический. Цена бартера 50 тысяч. Нам интересно поиметь цевьё, которое и так стоит на барахолке 50 тысяч и сам дробовик. Бонусом мы получим АФГ рукоятку и прицел. После продажи фонарика цена сделки 44 тысячи. Оружейник часть 2. Экономить тут особо не на чем. Однако, если вы выполнили квест Рожки для мороженого, то можем перейти к прапору и на втором уровне лояльности выменять шестидесятник. Оружейник часть 3. Переходим к механику. Второй уровень лояльности. ХК МП-5СД. Цена бартера где-то 120 тысяч. Это наполовину готовая сборка от той, которая нам нужна. И при отсутствии второго миротворца, вам по-другому её и не собрать. При этих же условиях, нам необходимо тогда обменять и крепление на этой же лояльности механика. СД ТРР. Четвёртый оружейник. Снова оказываемся на второй лояльности механика. Интересует нас бартер М4А1 САЙ. Где нам интересен шестидесятник. Также, сохраните фонарик ЛАС ТАК-2. Он понадобится позже. Если покупать ГПшки на барахолке, то цена сделки будет 1200 минимум. Где мы получим топовый газблок, неплохой прицел и необходимый нам магазин. Что обойдётся нам после продажи самой М4 примерно в 130 тысяч. Оружейник часть 5. Нам нужен Егерь, второй уровень лояльности. Где мы выменяем прицел на 34 миллиметра. Сэкономим 1010. Оружейник, шестая часть. Миротворец, третий уровень лояльности. И самое основное, что нам нужно, это непосредственно сама АРСАС. Которая меняется за жетоны, поэтому копите их заранее. Уходим от Миротворца. Зайдём к механику, второй уровень лояльности. У него мы можем выменять гибридный глушитель. Обмен будет стоить около 40 тысяч. Что вдвое меньше, чем на барахолке. Оружейник, часть 7. Оставаясь на втором уровне лояльности механика, вымениваем цевьё 870-е. Цена бартера 1010, а на барахолке минимум 50. Также нам интересен приклад SGA. Цена бартера тоже 1010. Оружейник, часть 8. На втором уровне лояльности механика нам понадобится всё тот же гибридный глушитель. А на первой лояльности. Иногда будет актуален бартер на MPX. Где нам интересно, тактическая рукоятка Shift. Оружейник, часть 9. На первом уровне лояльности механика нас ждёт ПП-19 зенит. С которого нам необходим ПТ-3, замок и пистолетная рукоятка РК-3. Также на третьем уровне лояльности можно выменить уже готовую версию необходимой сборки. Примерно за 120 тысяч. Однако имейте ввиду, что это АК-74М. А по квесту требуют АК-74М. Оружейник, часть 10. Механик, второй уровень лояльности гибридный глушитель. Оружейник, часть 11. Механик, второй уровень лояльности. Пистолетная рукоятка переходник на вал. Цена обмена 1010. На барахолке явно дороже. Тут же меняем приклад GL Shock. Оружейник, часть 12. Тут сэкономить некак, поэтому сразу же идём к оружейнику, часть 13. Механик, третий уровень лояльности. Меняем аннигилятор за 20 тысяч. Уходим от механика, идём к лыжнику, третий уровень лояльности. Пистолетная рукоятка TD-1. Тут же вам, кстати, аукнется тот самый Ластак-2, который мы выменили ещё в самом начале. Оружейник, часть 14. Механик, второй уровень лояльности. Обмен на взломщика. У него мы стянем приклад с нашлёпкой. Оружейник, часть 15. Нам нужен егерь, второй уровень лояльности. Меняем у него оптику на 304 миллиметра. Уходим от егеря и заходим к механику. Второй уровень лояльности. Нам нужно крепление под прицел в 304 миллиметра. Тут же обменяем второе крепление UTG-4P. Оружейник, часть 16. Егерь, второй уровень лояльности. Меняем крепление под тепловизорный прицел. Уходим от егеря и идём к лыжнику. Четвёртый уровень лояльности. Меняем тепловизорный прицел рипер. Уходим от лыжника и идём к механику. Второй уровень лояльности. М4А1 Сиг. С неё мы поимеем магазин на 60 патронов. А также ствол на 260 миллиметров. На этом мой полный туториал по бартерам заканчивается. Спасибо, что досмотрел до конца. Заходи ко мне почаще. И будем видеться чаще. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!